всем привет сегодня 15 августа 2023 год и мне есть что вам показать и есть что рассказать ну во первых я очень рада вас тоже видеть слышать я за вами тоже соскучилась о чем сегодня поговорим ну конечно же поговорим о литопсах я расскажу какой я даю им ход в августе месяце какая у них динамика какие изменения какие новости произошли расскажу об интересном факте о литопсах о котором я узнала благодаря своим таким пристальным наблюдением ну собственно поехали перед нами открывается шкатулка с драгоценными камнями я не перестаю восторгаться красоте этих растений просто настоящие драгоценности боже каких здесь только нету цветов у меня от этого изобилия красок узоров оттенков просто не знаю настолько удовольствие большое я получаю настолько сильно радуется правый и левый глаз увиденной красоте каких столько здесь нету цветов и желтые и зеленые и салатовые и красные и розовые бордовые и белые и фиолетовые и голубые и песочные оттенки коричневые оттенки просто но персиковые оттенки но как так возможно как такая возможно красота как природа делает вот такие вот узоры оттенки полосочки островочки точечки разводы ну просто загляденье веснушечки вон красные точечки ну класс класс так ну ладно 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 начинаем на самом деле что сейчас можем наблюдать мы наблюдаем такую картину что все элитовцы практически вровень с землей находятся видите они прям зарылись зарылись некоторые прям чуть ли не утонули в камнях с чем это связано связано это с тем что сейчас очень жарко в испании 40 градусов может даже быть выше 40 градусов температура вечером около 30 градусов и понятное дело чтобы охладиться и не скажем выжить в таких экстремальных условиях литовцы зарываются вот так вот в почву уходят поглубже в камушки охлаждаются таким образом прячутся прячутся малыши вот этот вот фуккарь это моя новинка это собственно моя новость на сегодня одна из новостей моя новинка шоколадочка сильно решила не углублять в почву думаю ну нужно будет он сам углубиться и зароется как его родственники в землю сейчас покажу его да со всех сторон красивый такой это кстати тоже хукари только свет другое вот и из новостей что произошло такая не очень хорошая новость на месте этого камушка у меня росли литопсы в общем после смены листьев поменяли на две пары листьев две головы были джули джули тоже вот такие губки были как у хот липс вот такого фисташкового цвета погибли чуть позже расскажу почему очень я конечно расстроилась потому что это был один из моих любимых литопсов и цвет классные эти губки конечно да еще плюс две пары листьев ну пропали в планах конечно найти этот вид и его приобрести так рассказала вам о новостях сейчас поговорим об уходе в августе месяце я не поливаю литопсы и вот они в таком состоянии некоторые сморщинились некоторые побольше сморщинились то это поменьше но тем не менее я не поливаю что я делаю сейчас поскольку у нас середина августа а в условиях там где они обитают в природе да по времени такой вот период когда уже обильные идут дожди и растения то есть литопсы уже начинают цвести появляются бутоны и растение уже может даже цвести сейчас возможно у кого-то тоже литопсы цветут поделитесь со мной в комментариях этой информации цветут ли у вас сейчас литопсы или нет потому что в принципе по сезону да это вполне возможно что вот август месяц а литопсы уже цветут во все это все зависит конечно от широты где литопсы обитают растут у вас от условий которые вы им создали вот от этих факторов и цветение зависит у меня сейчас почему не цветут растения потому что я их даже не поливаю максимум что я делаю это опрыскиваю опрыскиваю это начало опрыскивание совсем недавно вечером когда спадает жара температура понижается я опрыскиваю водичкой раньше я считала что ну как я считала я изучала этот момент и получил получив информацию склонна была что нет такой функции впитывать влагу через листья и поэтому я никогда их не опрыскивала ну мы как-то с натальей которая тоже выращивает литопсы дискутировали она убеждала меня что все таки есть такая функция у литопсов впитывать влагу через листья и в общем я сильно так вот заинтересовалась этим вопросом еще больше скажем так хотела получить такие разгадку ответ могут или не могут просто были люди которые тоже выращивают литопсы достаточно долго вот они утверждали что нет ну нет такой функции я вот была вот склонна считать тоже что нет нет такой функции у них и как оказалось потом опять проведя анализ пообщавшись с другими разводчиками литопсов они мне сказали что могут они такие впитывать через листья но это происходит при определенных условиях а какие должны быть условия это должна быть температура не должна быть в идеале выше 20 градусов желательно чтобы это было такое уже позднее время суток ну по крайней мере без солнца без прямых солнечных лучей вот и тогда растение может включить активировать эту функцию впитывать влагу через листья собственно исходя из данного факта я решила литопсы сейчас опрыскивать потому что очень жарко конечно полить я их не могу почему потому что они сварятся при такой температуре вот ну и не полить тоже не могу потому что видите как морщины а же я решила что нужно будет их просто вечерами опрыскивать вот оптика рубра вот она она тоже была в таком состоянии с кожаным морщинистым и вот эти вот такие манипуляции как ночные опрыскивания помогли и она вот такая красотка стоит тургарх отлично нету морщинок все разгладилось данный литопс еще видите в таком не очень хорошем состоянии находится ну и собственно почему у меня не цветут потому что воды еще нету достаточной для того чтобы активировать вот процесс цветения поэтому сейчас у меня какая задача задача приучить литопсы к воде не дать им погибнуть в эту жару до благодаря опрыскиванием и уже когда температура у меня будет в испании понижаться я уже буду начинать обильный полив с хорошей просушкой перед следующим поливом почву вот и буду ждать осенью цветения надеюсь что растение у меня все-таки цветением порадуюсь своим что я хотела еще рассказать я хотела рассказать о том что такой факт обнаружился в процессе моего пристального наблюдения а факт такой летом я решила вот сравнительно недавно потрогать головы я их люблю периодически трогать они обычно у меня такие каменистые такие прям плотненькие а некоторые у меня не такие вот при нажатии такие мягенькие вот и вообще-то я конечно испугалась этому факту что мягкие головы у них потому что такое скажем такое состояние свидетельствует о том что литопс или загнивает или он сварился потому что вот конкретно когда вот происходит эти нехорошие с ними дела когда литопс погибает он вот так вот реагирует и я конечно очень испугалась и думаю ну ёлки-паки вроде же одинаковые условия я их не поливаю ну в смысле как они могли свариться но не могли они свариться полива что нету опрыскивание такое щитящее и то вы вечером и вода это высыхает очень быстро ну то есть это не вариант вряд ли сварились но тем не менее почему-то до мягкие ну и я поняла поняла один момент что когда лето да когда очень жарко и когда растение находится на улице он когда да у меня сейчас температура ну скажем около 40 выше ниже и они на улице то они реагируют по одному сценарию а если такая же была бы температура но они бы у меня находились в помещении в квартире то состояние внешний вид у них был бы другой они бы все скорее бы всего стояли бы такие бы каменистые но поскольку они у меня находятся на улице и здесь разные литопсы до разные разновидности какие-то такие вот сорта вообще не заезженные где-то выведенные какие-то эксклюзивные скажем так они понятное дело что менее устойчивы к таким вот условиям поэтому реагируют таким образом что вот могут быть вот эти вот шапочки мягенькие и в общем как я определила погибают они у меня или все-таки это нормальная реакция и как бы все в но но в пределах норма я свою плошку с растениями поставила в квартиру в помещении буквально на полдня как раз сейчас уже такое время суток что солнца нету такая полутень квартире еще прохладней плюс тут такой вот ветерок у меня сквозняка нету просто ветерок на них дует и я начала наблюдать прям подошла к ним через пару часов потрогала и уже вот этой вот мягкости уже которая была до этого ее нету они охладились они охладились и такие стали тоже каменистые если бы они стояли у меня на подоконнике то они были бы конечно более мягкие в в это же время суток поэтому не переживайте если вот при нажатиях и вы уверены что вы элитом со своей не поливали и они вряд ли у вас сварились при нажатии не переживайте что они погибают касательно литопса вот фисташкового джулии который погиб у меня почему он у меня погиб дала воды больше чем нужно банальная ошибка дала больше воды чем нужно я хотела еще его скажем в размерах увеличить активировать лучше корневую чтобы лето простоял он и не засох не погиб чтобы был достаточный уровень воды объем в объем в листьях вот и я получается скажем так пожадничала пожадничала в его размерах хотелось если чтобы у него еще было больше 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 листья еще чуть-чуть отдам еще чуть-чуть ну в общем была моя ошибка и он у меня погиб ну где яркость куда-то пропала яркость где освещение пожалуй все я все рассказала все показала сейчас напоследок покажу пассифлору она же маракуйя и на этом будем заканчивать так яркость них не восстанавливается ну и ладно так поехали вот она тогда моя радость очень пахучая красавица на этой ноте я с вами прощаюсь всем хорошего дня пока пока